Полтора месяца назад, во время апелляции, Михаил Ефремов во всеуслышание объявил, что признает потерпевшей Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова. Мол, и смотря на то, что суд неоднократно отказал женщине, он добровольно решит с ней вопрос о компенсации. Адвокаты артиста, выплатив 3 миллиона рублей семье Захаровых, официальной жене, младшему сыну и брату погибшего, тогда пообещали, как только семья преодолеет финансовые трудности, со Стерховой сразу проведут переговоры. Рассчитаться со всеми потерпевшими сразу, у Ефремова банально не хватило денег. Пока осужденный находился в столичном СИЗО-водник, близкие не могли получить доступ к банковской ячейке, где Михаил Олегович хранил свой единственный капитал. По одним данным, около 5 миллионов рублей, по другим в десятки раз больше. Заключенный должен был написать доверенность жене через начальника изолятора. Но сделать это быстро не получилось из-за бюрократических препонов. Однако, спустя полтора месяца, Ирина Стерхова так и не дождалась весточки от Михаила Олеговича. Она рассказала, у меня возникает вопрос об искренности Ефремова, неужели опять вранье? Во время процесса, когда надо было убедить суд в своем раскаянии, он много что пообещал, но так ничего и не выполнил. Особенно подкосило меня письмо, написанное им официальной жене Маргарите Захаровой, с которой Сергей не жил последние 20 лет. «Я очень расстроилась, просто нет слов. Если раньше я надеялась получить от него какие-то извинения, то сейчас это будет выглядеть просто смешно. Так можно попросить прощения хоть у всей страны». К тому же, как выяснилась доверенность на доступ к банковской ячейке, Ефремов подписал еще две недели назад. Но обещанных действий так никто и не предпринял. По словам Стерховой, трое адвокатов актера – Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев – с момента апелляции с ней так и не связывались. Ирина Михайловна продолжает. «Новый адвокат Андрей Алешкин пытался решить этот вопрос. Недавно они встречались с моим защитником Вадимом Никулиным, обсуждали детали. Но теперь и Алешкин попал в непонятную ситуацию, от его услуг Михаил Олегович якобы отказался. У меня складывается ощущение, что со мной так никто и не собирается разговаривать. Это просто никому уже больше не нужно. Все обещания так и остались обещаниями. Возможно, адвокаты заняты подготовкой к новому суду. Завтра защита Михаила Ефремова должна подать кассационные жалобы на приговор. Однако гражданская жена недоумевает, разве за полтора месяца у защитников не было ни минутки вспомнить о ней. Сам артист тем временем обживается в колонии поселка Алексеевка Белгородской области, где при самом худшем раскладе проведет ближайшие 7 лет. Не исключено, что касация не состоится. Если судьи не найдут нарушений в апелляционном процессе, жалобы могут быть отклонены.